Сегодня стало окончательно ясно, кто сменит Михаила Саакашвили на посту президента Грузии. В результате выборов убедительную победу одержал кандидат отправящий коалиции «Грузинская мечта» Георгий Маргелашвили. Бывший министр образования и соратник премьер-министра Бедзина Иванишвили набрал более 60% голосов, оставив далеко позади других кандидатов. Новый президент Грузии станет менее могущественным, чем его предшественники, как раз в день инаугурации. Страна превратится из президентской республики в парламентскую. Но, впрочем, часть важных полномочий все же сохранится за главой государства. Но буквально через несколько часов после объявления результатов выборов Маргелашвили заявил, что Грузия, цитата, сделает все для смягчения напряженности в отношениях с Россией. Владимир Кобяков перейдет из Тбилиси. Еще в начале года фамилия Маргелашвили не значилась в списках потенциальных претендентов на пост президента. Однако спустя несколько месяцев он уверенно выигрывает во всех регионах Грузии. А в районе Сачкери, это родина его шефа, лидера коалиции «Грузинская мечта» Бензина Иванишвили, побеждает с рекордным результатом – 94%. С огромным отрывом выигрывает и в Тбилиси, и в других ключевых городах. На своей первой пресс-конференции в статусе победителя Маргелашвили появляется с премьером, который в ноябре, как и задумывал, уходит, но при этом пообещал, что у него останется возможность контролировать политическую ситуацию в стране. Оба еще раз подтверждают курс наступления в НАТО и Евросоюз, и тут же говорят об отношениях с Москвой. С Россией мы наметили правильный и четкий вектор движения. В нем есть трудности, но у нас есть успехи. Мы продолжим эту политику. От нас не будет исходить агрессия. Будет конструктивный подход. Мы постараемся ослабить существующее напряжение. Мы сделали максимум за этот год и получили большой позитив. Если мы продолжим такими же темпами, мы сможем наладить отношения с большим соседом раньше, чем этого кто-то ожидает. Именно премьер-министр предложил Маргвилашвили баллотироваться в президенты. По образованию философ в 90-е работал и гидом, и специалистом в психологической лаборатории маргинальных состояний. В 2000-е был ректором института, а после победы грузинской мечты на парламентских выборах получил пост министра образования и науки. От ближайшего преследователя в президентской гонке его отделяют 40%. Ставленник Саакашвили Давид Бакрадзе после закрытия участков практически сразу признал свое поражение. А вот в выступлении пока еще действующего президента сквозили нотки досады от второго подряд поражения его партии и от возможного сближения с Россией. Хочу сказать всем, кто остался недоволен итогами выборов, что мы должны уважать мнение большинства. Это правило демократии. Явка на этих выборах была намного меньше, чем на предыдущих. Это серьезный сигнал к тому, что нужен постоянный диалог с народом. Не скрою, что считаю события последнего года и их последствия серьезным шагом назад для Грузии, для ее перспектив. Но в конечном итоге силы регресса не победят. Бронза президентских выборов досталась Нино Бурджанадзе. Она рассчитывала обойти кандидатацию Саакашвили и стать главной оппозиционной силой в стране. Инаугурация пройдет 17 ноября. В этот день Грузия официально и станет парламентской республикой. Новый президент сохранит статус главнокомандующего и получит роль арбитра в случае политического кризиса в стране. Основные полномочия переходят к премьер-министру. Нового премьера, своего преемника и фактически человека номер один во власти Бедзина Иванишвили назовет через несколько дней. Пока на этот пост просят министра здравоохранения Давида Сергеенко. Он до появления грузинской мечты еще в прошлом году работал главврачом одной из районных больниц и даже не стремился в большую политику. Владимир Кобяков, Станислав Куколев, Максим Журавлев. НТВ. Тбилиси.